А вы знали, что существуют разные версии кабелей HDMI? Если нет, то как раз это видео поможет вам разобраться, какой же HDMI кабель необходимо подключить к монитору и к новому Mac Mini. Разбираемся вместе. Итак, давайте по порядку. Смотрите, с правой стороны у меня находится кабель Amazon Basic 1.8 метров версии 2.1 Ultra High Speed. Вот здесь у нас специальный сертификат. С левой стороны у меня мой старый кабель версии 1.4. На самом кабеле вы не сможете обнаружить какая-то версия, поэтому это очень сложно сделать. Но благодаря вот этой небольшой маркировке, вот здесь вот, я смог выяснить, что кабель у меня версии VOOP 0.08. Сделан в Индонезии. И здесь вот пишется еще Germany. В общем, я с помощью ChatGPT и интернета выяснил, что это кабель от приставки Nintendo. И он версия 1.4, который поставлялся в комплекте с приставкой. Как он попал ко мне в руки, это вообще непонятно. Где-то я его, видимо, нашел. Он у меня лежал в пакете вместе с проводами. И я его просто подключил, и он работал без проблем с моим новым Mac Mini. Вот. То есть, это у нас версия 1.4. Так, давайте сейчас быстренько покажу еще ChatGPT, как я это узнал. Вот, смотрите. Значит, я ввел версию VOOP 0.08. И что мне ChatGPT ответил? Ходоми кабель с модельным номером VOOP 0.08, поставляемый с консолью Nintendo Wii U, является высокоскоростным ХДМИ кабелем. Согласно информации от производителя, этот кабель соответствует спецификации ХДМИ в версии 1.4, что позволяет ему поддерживать разрешение 4К до 4К при 30 Гц, а также функции ХДМИ интернет ченнел и аудио ретун ченнел 3D. То есть, получается, мой кабель поддерживает максимальную скорость 1.4, а мы с вами прекрасно знаем, что у нас есть самая новая версия на момент записи видео, это 2.1. Дальше. Я сфотографировал серийный номер моего монитора, и значит, что он мне выдал. Ваш монитор Philips 274E5Q в этой модели используется ХДМИ 1.4, что означает поддержка разрешения до 4К при 30 Гц, или 1080p при 60 Гц. Если вам нужен ХДМИ 2.0, вы можете обновить его, и нужен новый монитор. То есть, мне это не нужно. Это обычный монитор Philips, который поддерживает Full HD разрешение, 1080p. То есть, в моём случае, почему всё заработало сразу же? Потому что этот кабель, он сертифицированный, он не фейковый, не поддельный, и он полностью выполняет свои функции. Поэтому у меня всё работало, без всяких проблем. Я подключил кабель к компьютеру Mac Mini, к монитору, и всё заработало. Теперь, смотрите, ребята, здесь у нас какая тема. Открываем коробку. За данный кабель я заплатил 10 евро 0.4 цента вместе с пересылкой. И у нас вот такой вот прекрасный кабель есть. Вот, видите? Позолоченные контакты здесь. Пишется Amazon Basic, ХДМИ. Он очень толстый. Вот, смотрите, если мы сейчас сравним, допустим. Упаковка у меня пришла новая, я её вскрыл, можете не переживать. Вот. Давайте мы сейчас сравним вот так вот. Вот, видите? Он толстый. Ну, толще, чем 1.4. Потому что он высокоскоростной. Вот, прям видно здесь сразу же. Вот. Значит, давайте уберём заглушки. Они нам не нужны. Здесь у нас в комплекте была почему-то Policia de Garantia Mexico. На испанском языке. Amazon Basic. Не знаю почему. Возможно, произведён в Мексике. Правильно. Вот. Давайте мы его отложим в сторону. И теперь покажу вам интересную такую штуку. Смотрите, вот у нас есть сертификат. Это очень важно. Что мы можем сделать? Для того, чтобы убедиться, что я купил не подделку, а настоящий кабель, мы открываем камеру смартфона и переходим по QR-ссылке вот сюда, по штрих-коду. Congratulations! You just verified ultra high speed HDMI cable. Вот. Пишется, значит, модель кабеля и его версия. Так, давайте сейчас поближе вот так покажу. Вот, смотрите. 6 фит, пожалуйста. 6 фит. Ultra high speed, ultra high speed. Вот она у нас показывается. Amazon Basics. Пожалуйста. То есть у нас полностью оригинальный продукт, который должен работать. И обратите внимание, что в 2023 году вышла спецификация версии HDMI кабеля 2.1b, который поддерживает еще больше функций. Какие именно функции, можете почитать в интернете. Еще более скоростные улучшения. Но эти улучшения, они связаны именно с программным обеспечением. То есть не с версией самого кабеля, а именно с программным обеспечением. Вот, так что получается это самый последний кабель вот на момент записи видео. 2.1b. И напоминаю, ребят, что версия HDMI 2.2 уже на подходе и она будет еще более мощная. Там будет до 16к поддержка. Но чуть позже выйдет, пока она недоступна, эта версия, но на официальном сайте HDMI можно уже почитать информацию про будущее поколение и новую версию кабелей HDMI. Так что сейчас мы с вами подключим новый кабель к моему монитору и посмотрим, как у нас все будет работать. Вставляю в монитор. Отлично, подошло. И второй конец нам необходимо подключить к самому Mac Mini. Так. Видно? Да, видно. Все очень просто. Как обычно, подключаем кабель к Mac Mini. Так. Все встало. Все подключилось. Все отлично. Включаем монитор в режим ожидания. клавиатуру я настроил. Мышь здесь. И давайте включаем Mac Mini. Ждем загрузки. Все, пожалуйста. Все работает. Ввожу пароль от учетной записи. Enter. И смотрим, что у нас в результате. Все, пожалуйста. Монитор у нас подключен. Все работает. Без каких-либо проблем. Так, давайте посмотрим сейчас. на настройки. Делаем дисплей. Да, вот, ребят, пожалуйста. Определилось как 1920 на 1080 стандарт. Значит, схема Philips монитора самого. И 60 Гц. Все, без всяких проблем определилось. Все четко работает. Здесь мы можем, естественно, поменять различные настройки монитора. Например, мой монитор не поддерживает High DPI специальный. Давайте все посмотрим режимы. Вот они, видите, вот так показаны. То есть, максимум я могу использовать монитор в 1024 на 576 High DPI. в таком образе. Но это очень сильно конечно все большое. Конечно, удобно, все супер. Здесь стало изображение намного лучше показывать с новым кабелем. Ну-ка, сейчас я попробую сделать. Ну да, оно чуть-чуть получше стало. Значит, здесь шрифты стали какие-то более такие читаемые, что ли, качественные. по сравнению с кабелем, который у меня был от Nintendo. То есть, все хорошо. Давайте попробуем сейчас запустить браузер. Попробуем посмотреть текст. Да, ну в принципе все то же самое. да, ребята, вы знаете, реально лучше стал шрифт. Я вот сейчас смотрю, он прям такой прям стал более адекватный. На предыдущей версии кабеля у меня шрифт был такой какой-то более размазанный, что ли, и какой-то рассыпчатый. Вот, а здесь он, я смотрю, все хорошо прям показывается четко. Теперь давайте, ребят, проверим его сейчас на режим ожидания. Я сейчас выключаю режим ожидания. Смотрим, как монитор отреагирует. включился режим ожидания монитора. Ждем. И сейчас давайте попробуем просто включить наш компьютер. Нажимаем на мышку. Все работает, пожалуйста. без всяких проблем. Таким образом, наш компьютер Mac Mini теперь работает без каких-либо проблем, потому что мы с вами прекрасно знаем, что монитор у нас поддерживает HDMI 1.4, сам Mac Mini у нас поддерживает максимальный вывод сигнала 2.1. И, конечно же, HDMI кабели, они взаимосовместимы, и, значит, если у вас монитор поддерживает всего 1.4, он также будет выдавать на 1.4 картинку. В подключении Mac Mini самое главное, чтобы вы использовали последний кабель, доступный на рынке, с самой максимальной пропускной способностью 2.1, что может выдавать сам Mac Mini. То есть производители в компании Apple предусмотрели самый новый стандарт. Естественно, если я поменяю монитор в будущем, например, с Full HD на 2К, 4К, он у меня будет точно также работать без всяких перебоев, потому что кабель у меня самый новый и сертифицированный, что очень важно, потому что самое важное купить оригинальный кабель, чтобы не мучиться с совместимостью. Так что всё просто и понятно. Всех благодарю за внимание. Если вы не знали, что существуют разные версии кабелей HDMI, то пишите обязательно в комментариях, подписывайтесь на канал, и мы с вами будем дальше разбираться с техникой Apple, чтобы у нас всё работало и ничто не зависало. Всем спасибо за внимание. Пока! Небольшой совет. Прежде чем убрать кабель в пакет с остальными проводами, я рекомендую вам его пометить. Давайте мы напишем версию пропускной способности на самом кабеле. Ну, выберем вот где-то здесь вот. Напишем версию 1.4. Так, как бы это красивее сделать? 1.4. Это специальный маркер, который не боится воды. вот так вот точку сделаем. В принципе, я думаю, видно будет, да. Ну, не совсем красиво получилось, но вот. Версия 1.4. Всё. Этого будет достаточно. Ну, можете, конечно, наклеить бумажку специальную сюда. Вот. Или просто запомнить, что этот кабель оригинальный, качественный, но он уже устарел, и если вы будете покупать новую технику, вам нужно будет обновлять также хедомейкаби. динамякаби. Сerte 나가. Динамин 八 초 allow получить En electricity to ご Netflix off visibility